В Казахстане ожидается амнистия к 30-летию независимости. Проект закона сегодня рассмотрели в Мажелисе. Его представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Он озвучил информацию о том, кто подлежит освобождению. Подробности известны моему коллеге Ивану Тулинову на прямой связи из Мажелиса. Утро доброе, Иван. Скажите, сколько же всего человек попадут под амнистию? Да, доброе утро, Лаура. Буквально только что закончили депутаты обсуждения данного законопроекта. Но, как отметил докладчик, 2236 человек выйдут на свободу согласно законопроекту, который уже одобрили на данный момент депутаты Мажелиса. По словам министра внутренних дел Елана Тургумбаева, еще 1294 заключенным сократят сроки наказания. Всего же в местах лишения свободы находится 30 тысяч человек. По ним вынесены уже приговоры. Еще по 4 тысячам ожидается вынесение приговора. Они находятся по следствиям. Всего же 45% раньше привлекались к ответственности, отметил глава ведомства. По словам докладчика, рассматриваемый сегодня документ позволит освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих угрозу безопасности граждан и государства. Особое внимание в законопроекте уделено социально уязвимым слоям населения, точнее, категории граждан, да, таким как несовершеннолетним, инвалидам 1-2 групп, также женщинам и мужчинам преклонного возраста. Все эти категории граждан как раз и подлежат амнистии. Под освобождение или сокращение срока, отметил глава ведомства, не попадают лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления. Во время сессии вопросов и ответов депутаты интересовались такими моментами, как, например, интересовались в целом будущей судьбой тех, кто получит освобождение. В частности, смогут ли найти они работу, так как зачастую работодатели просят справку об отсутствии судимости, но такую справку освобожденные предоставить не смогут. Министр, в свою очередь, ответил, что местные исполнительные органы предоставляют специальные квоты для подобной категории граждан, за счет чего получившим свободу удается находить работу. Исключением, единственное, составляет трудоустройство в правоохранительные органы и на государственную службу. Также депутатов интересовал интересный вопрос о том, как будут получать образование те, кто в момент совершения преступления еще не достиг совершеннолетия. Будут ли готовы их взять в школы или в другие учебные заведения. Ирлан Тургумбаев заявил, что сейчас в Казахстане находятся 52 несовершеннолетних человека, которые находятся в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. Они находятся в специальной колонии, которая располагается в Алматы. Никто из них не попадет под амнистию, однако 12 несовершеннолетним сократят срок на половину или на треть за счет данного законопроекта. Любопытно, что при колонии находится школа. Знания несовершеннолетние получают на территории данной колонии. По учебным планам, которые приняты в стране, преподают там 11 педагогов. И при поддержке Акимата данная школа оснащена необходимым инвентарем. Ну, как я уже отметил в начале, после обсуждения данного законопроекта депутаты его приняли, одобрили. И сейчас продолжается обсуждение других проектов законов, связанных с судьями и судебной системой. Мы продолжаем следить за работой депутатов Нижней палаты парламента. Иван, благодарю вас за свежие цифры, прямиком из стен Мажелис. Там уже с утра успели рассмотреть законопроект об амнистии. Иван Тулинов был на связи.